МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паразитов всему виной относительно тёплая зима. Почва особо не промёрзла, и число паразитов не уменьшилось. Мы понимаем, что многие процессы, касающиеся вакцинации, уже упустили. Потому что самое надёжное на сегодняшний день – это не иммунизация гамма-глобулина. Потому что он не лечит, он несколько облегчает, но не более чем. А вот именно должна быть вакцинация. Но на будущее. Поэтому предупреждаем, чтобы контакты в лесу были осторожны, себя осматривали. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в этом году все 68 территорий Алтайского края эндемичны. То есть там велика вероятность заразиться клещевым энцефалитом. За прошлый сезон 22 жителя были инфицированы, 10 из них стали инвалидами. В городах и районах края уже предупреждают о том, что противоклещевую обработку парков, скверов и кладбищ необходимо провести как можно скорее. Медицинские работники с опасением ждут 1 апреля. Нет, наплыва больных не прогнозируют. А вот увеличение окладной части зарплаты почти наполовину будет. Об этом заявил министр регионального Минздрава Дмитрий Попов на итоговой коллегии с участием журналистов. По его словам, общий зарплатный фонд в регионе не увеличится. Соответственно, зарплата останется прежней. Увеличение окладной части произойдет, но за счет уменьшения стимулирующей, той, которая выплачивается врачам за определенные заслуги. Вполне возможно, из-за нововведения в системе оплаты труда некоторые медики могут даже потерять в зарплате, ведь у большинства она формируется именно за счет надбавок. Мы структурно изменили заработную плату, повысив окладную часть до 47%, по сути дела, в два раза. Тем самым гарантировав определенный уровень заработной платы медицинским работникам. К этой теме мы обязательно планируем вернуться в апреле. А сейчас о том, что происходит в данные минуты. Сотрудники Барнаульского ГИБДД проверяют, безопасны ли междугородние и международные автобусы. Автоинспекторы дежурят на выезде из Барнаула за новым мостом, останавливая все рейсы. Подобная проверка сейчас проходит по всей стране, поскольку аварии с участием автобусов в последнее время участились. Одна из наиболее резонансных аварий произошла, напомним, в феврале в Калужской области. Она унесла жизни семи человек, в том числе трех детей. Барнаульские полицейские смотрят техническое состояние автобусов, обращают внимание на самочувствие водителей, не пьян ли, не нуждаются ли в отдыхе. О том, как прошла проверка, расскажем в вечернем эфире. Ну а прямо сейчас об артистах музыкального театра, которые на время сменили свою профессию. Они отправились на один из барнаульских заводов. С какой целью знает Дарья Эйде-Миллер ей слово. Прямо сейчас за моей спиной находятся шесть артистов музыкального театра Алтая. Вы спросите, что они здесь делают? Они готовятся к новому спектаклю, который называется «Шоу начинается». Дело в том, что они играют мужчин, которые потеряли работу на заводе. И сейчас они почувствуют, как это вообще работать на заводе. Спектакль о том, как люди, потеряв работу на любимом заводе, в поисках денег, решаются на некую авантюру, пробуют себя в шоу-бизнесе. Можете делать вид, что крутите, можете покрутить. Я собираю деталь. Для начала нужно ее прочистить основательно от пыли, чтобы не возникло никакого брака у нас. И по указаниям мастера мы должны собрать вот такую вот простую для артистов вещь. Вы знаете, для чего она нужна? Нет. Задание – это сборка вибропитателя. Вот такое маленькое сердце из фотосепаратора, которому он подает продукт. Вот собирают один корпус. На симе он делает катушки. Это крышки-катушки. Верните людям честный круг. Всю жизнь работаем и тут. Артисты музыкального театра специально для нас разыгрывают сцену из спектакля. Шоу начинается. Премьера состоится 15 марта. Сейчас артисты вживаются в роли и совсем скоро покажут нам, как у них это получилось. Дарья Эдемилер, Николай Шелко. Наши новости. А у гималайских мишек уже все получилось. И они показали свое первое потомство. В Барнаульском зоопарке пополнение. В январе там родились два медвежонка, но только сейчас их показали зрителям. Пол детенышей пока неизвестен. Медведица Даша даже не подпускает к ним отца Жору, чего уж говорить о сотрудниках зоопарка. По словам специалистов, малыши начнут выбираться на прогулку уже во второй половине марта. А летом гималайские медвежата покинут Барнаульский зоопарк. Добавим, что в прошлом году в лесной сказке родились 48 детенышей. И теперь они живут в зверинцах по всей России. Через несколько секунд вы узнаете, какой будет погода. Спонсор прогноза погоды – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В Краепеременная облачность возможен небольшой снег. В Камни на Аби – минус 5, в Змеиногорске – 4, в Алейске на градус холоднее. А вот теплее всего в Бийске и Пелокурихе – там до плюс 1. В Барнауле тоже возможен небольшой снег и минус 4. Телефон нашей редакции 722-440. Звоните. Встретимся в вечернем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok